Я приехала из города Кемерово. Я сейчас не работаю. Квартира эта съемная, эта книга шьется очень долго. Ой, там червячок. Наташа, сколько у тебя такая книга стоит? Ну, вообще, средняя цена ее 8 тысяч. Вру. Прелесть. Ого! Боже, богатая ты наша пуговичная карамела. Прикиньте, сколько Наташа зарабатывает. Может, я возьму, да как? Кражу еще. Нет денег? Тогда нефиг заниматься этим. Друзья, я хочу разыграть книгу ручной работы, которую сделала я сама, своими ручками, своей энергией. Условия в ролике можете просмотреть и все послушать, что я там наговорила вам для вас. И раз, два, три, мы начинаем. Привет, друзья! Мы сегодня в гостях у Натали, и она делает книги из фетра. Привет, друзья! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить последующее видео. Наташа, большое тебе спасибо! Ну, а теперь расскажи немного о себе. Я приехала из Сибири, из города Кемерово, насмотрелась на Катю, на ее канал. Для Катя это я. Катя, да. Я Катя Серафима. Да, я буду говорить Серафима все-таки, да, потому что, ну, все так и говорят. В общем, насмотрелась на канал, захотелось мне проявлять свое творчество в большом городе. Собрала семью и сказала, едем в большой город. Семья тебя, Наташа, поддержала и переехала с тобой в Санкт-Петербург. Да, да. Наташа, ну, мы за вас все порадуемся, друзья. В комментариях можете писать, какая Наташа молодец вместе с семьей. Спасибо. Ну, давай теперь про творчество, Наташа. Или про работу. Нет, это творчество пока, которое плавно переходит в работу. Я работаю, значит, как все получилось вообще. Я не швея и не шила, ну, если только взять труды в классе пятом, может быть, где юбку солнца мы шили два года, по-моему, бабушка потом... У меня не получилось, Наташа. Бабушка дошила, у меня бабушка. У меня мама дошила. Мы с тобой рукодельницей. Я вообще как-то, ну, что-то там шила такое, ну, вообще даже не знала, что меня это как-то будет зацепит. А потом я забеременела вторым ребенком. У меня сыну на тот момент 14 было, сейчас уже 19 лет. На тот момент-то я забеременела, и как-то мне попалась под этой эйфорией беременной книжка фетровая, ну, где-то ВКонтакте. Я ее смотрела, смотрела, думаю, как это интересно сделано, как это вот вообще, что это такое, это необычно, это что-то такое новое для меня. И не понимала, где ее найти вообще. Ну, и как бы и заказать почему-то у меня тогда мыслей не было. Вот. И, значит, ну, я как-то отложила это на какую-то полочку, эту идею, и все. Ну, подумала, что, наверное, когда-нибудь, как мы все многие любим говорить, сделаю. Ну, и все. Родила дочь, и когда родила, что-то в голове у меня лопнуло, наверное. Я думаю так, потому что это по-другому не назовешь. Меня почему-то повело к тому, что хочется что-то создавать своими руками. Именно в процессе, когда ребенок спит, и, ну, вообще, нет, ложись, поспи, отдохни сама. Мне захотелось самой сшить эту книгу. Я начала искать информацию. Конечно, ну, YouTube, слава богу, то, что мир такой, ну, сейчас технологии, где можно и найти много интересного. Вот. И познакомилась с мастерицами, начала тоже скупать все, не понимая, нужно мне это, не нужно. Так, посмотришь, да, вроде подойдет. Набрала кучу материалов. Мужу, конечно, я ничего не говорю. Я так, а что это такое? Я говорю, да, это вот там, это там, я вот хочу что-то сделать, и вот мне это надо. Хорошо, но не спрашивала, сколько денег я тратила. Вот, потому что суммы росли очень-очень быстро. Потом я притащила домой машинку швейную. Как я ее покупала, я прихожу в магазин, я говорю, вы знаете, мне нужна машинка. И девочка мне такая, дай бог ей здоровье, не знаю, как зовут, эта девочка вот в Кемерово живет, магазин такой, Логос есть у нас известный. И она посоветовала, говорит, ну вы шьете, какие у вас там объемы? Я говорю, не, я вообще вот, как бы, она говорит, я вам посоветую. И вот как раз вот эту вот мою любимую машинку, на которой я вот шью, не знаю, что только я на ней не шила, это самая классная машинка. Это я с собой привезла? Я ее, да, я привезла всю технику свою, вот мой кабинет приехал весь. То есть я простите, потому что он прям прыгает до меня, чтобы я его погладила, Наташа, прости. Не, 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 они просто, да, обычно тут у нас движение какое в жизни происходит. Наташа, ну вот, давай еще дальше вернемся, смотри, это у тебя творчество, которое ты хочешь, чтобы оно перешло в работу. Да. Где ты сейчас работаешь? Я сейчас не работаю, работа ко мне, ну, та, которая по трудовой книжке не идет, вселенная почему-то так говорит мне, говорит, что мне туда не надо, что я только не делала, поверьте, друзья. А что у тебя в трудовой написано? Я вообще проработала в администрации города Кеймерова. Да, я проработала очень много времени, потом и ушла оттуда, потому что в голове моей уже что-то, что-то происходило другое. Я пошла поработать в электротехнический магазин с электрикой, там немножко, да. Тебе прям в это смотри. Вообще-то я психолог вообще по образованию, да. Ой. Я психолог по образованию, очень любимая моя профессия, но я ни дня, ни одного, ни одна душа человеческая не пострадала. Вот я не пошла работать психологом, потому что, слава Богу, мне хватает мозгов осознавать, что эта профессия очень тонкая, и столько можно натворить делов, если в твоей голове еще неспокойные тараканы. Поэтому, прежде чем идти кого-то лечить или кому-то советовать, подумайте сначала, что в голове у вас творится. А потом уже давайте либо советы, либо консультируйте, так скажем. Наташ, ну получается, у тебя сейчас все силы брошены на твое рукоделие, да, когда ты хочешь заработать. Но ты вообще им не зарабатываешь? Она вообще никак не купается. Нет, почему я зарабатываю? Но это не те деньги, это деньги идут на материалы. Окупают, да? В какой-то степени да, потому что что-то заканчивается, что-то докупается. Мой уровень, так скажем, уже растет, ну, прям значительно, или что раньше я шила, да, какая первая книга моя была. И что сейчас, это как бы, ну, небо и земля. И уже и материалы, во-первых, не те, которые первые, что я набирала. И качество уже другое. Поэтому и спокойнее. Во-первых, я, самое главное, я пришла к тому, что не надо себя обесценивать. Если ты приходишь уже к этому моменту, значит, ты что-то уже достиг в работе. И, ну, вот именно в своей сфере. Вот и все. Когда ты перестаешь обесценивать себя. Ну, смотри, ты же, получается, начала прям на рукоделие смотреть, как на работу с переездом. Да. Ну, мало того, что я из рукоделия, я пошла на обучение, я учусь таргетологом буду я скоро. Слушай, не веришь, что заработаешь рукоделием, да? Нет, не верю. Ну, как не верю? Я человек, который перестраховаться должен. Ну, люблю я. Во-первых, не то, что не люблю. В жизни так, жизнь устроена. У тебя, ты не должна не зависеть ни от мужа, ни от еще каких-то там движений. Потому что в жизни может быть все, что угодно. Наташа, можешь спрашивать, сколько лет? Не, так. Так, Наталья, ты как, я, я сейчас уже, друзья, помню, у меня сейчас это такой юбилей, типа, был 35. Я сейчас точно, это, обычно я вот до 35, я тоже, блин, сколько мне лет? Ну, я такая, 38, такая, а, не, 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 уже не 38, мне уже 40 лет, блин, когда-то, да, вот так получилось. Ну, то есть ты прям сейчас, блин, 40? Как бы я в зеркало-то смотрю, такая, а, нет, 40 есть, да, все-таки это, а так, вот, ну, так еще 38, накрасилась там уже, ну, 36 там. Я говорю, у меня ребенка 19, они такие, да? Я такая, ну, скажи, Ань, ну, ты не выглядишь, конечно. Да, я удивилась, что когда ты говоришь, что сын 19, я, конечно же, удивилась. Да, у меня взрослый такой мальчишка, он не приехал с нами. Уже вернемся к творчеству, да, ты мне расскажи про свое рабочее место. Так, ну, во-первых, квартира это съемная, это тоже отдельная история, она с судьбой мне предназначена была именно снять именно эту квартиру, не какую-то другую. Ну, кому будет интересно, спросите меня в комментариях, я вам отвечу. И, потому что история такая действительно, ну, забавная. Сняли мы двухкомнатную квартиру. Живешь ты муж и дочь, да? Дочь и еще сестра. Муж, дочь, сестра. Да, моя, моя младшая сестра, вот, у меня тоже она творческий. Наташ, ну, и тебе тут повезло, у тебя есть свое рабочее место, друзья. Да, я его отжала. Это у вас в какой комнате? Это вы здесь живете, получается, втроем, наверное, да? Да, ты муж и дочь? Да, ну, сестра у меня здесь, в этой комнате, да, и я прихожу так. Я говорю, я тихо. А, то есть это здесь сестра? Да, сестра эта. И я говорю, я тихо здесь пошумлю. Она говорит, да, но она у меня такая прям спокойная, не то, что я бы сказала, нет, я еще с глянтой. Да, да, я тут начинаю там. Этот стол здесь был? Нет. Ты бы купила, привезла? Не привезла. Рассказывай. Значит, я очень люблю Икею, очень, но это не Икея, видите? Это не Икея, сейчас у нас зрители так радоваться. Нет, нет, нет. Все время ругают, что у всех героев Икея, друзья. Ну, это удобно. Вот, пожалуйста. Да, ну, просто была такая ситуация, то, что я говорю, муж, я говорю, едем в Икею? Он говорит, нет, я найду тебе другой стол. А почему муж и люди такие? Ну, у нас нет машины, это же надо ехать, либо заказывать. Да, мы продали мою машину, и он такой, нет, ну, я говорю, ну, ладно, я говорю, ищи. Он говорит, все, я нашел поблизости. Я нашел, говорит, я посмотрела, ну, в принципе, нормальное, ну, во-первых, съемное пока жилье. Это, слушай, ну, мне кажется, удобное, у тебя все на нем помещается. Удобное, да, 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 да. Муж-то у тебя, слушай, знает, только в столах. Да, конечно, ну, он такой, он очень умный, и если он за что-то берется, то, ну, к этому его подвести надо. Я ему просто сказала, говорю, либо Икея, либо сам найдешь. Вот ты купила стол, потому что у тебя в планах зарабатывать рукоделием. Да, да. Книги шьются очень долго. Вот прям, если в сравнении ближайшем, что было, одну страницу книги, прям небольшого, если сюжет, я шью день. Так, давай сразу, вон у тебя вижу книжку, давай ее смотреть, да? Ну, это вот будет на подарок, как бы, это такое. Это подарок зрителям? Давай его и посмотрим. Да, я хочу, будем разыгрывать потом. Друзья, смотрите, наверное, ролик в одном из моментов. Наташа вам расскажет, что нужно сделать, чтобы получить эту прекрасную книгу в подарок. Наташа, аккуратная работа, сразу видно. Давай дальше. Ну, не совсем, но это, ладно, это мои уже там тараканы. Ой, там червячок. Нет, семечки. Семечки, да. Прикольно. Это надо было быстро сделать, и я... А это что-то, ну, вообще, это книжка для ребятишек маленьких. Для мелкой моторики. Прикольно. Да, то есть это развитие мелкой моторики идет. Если мы развиваем мелкую моторику, ребенок быстрее начинает разговаривать. Все пришито прям крепко, ничего не оторвется. Не было у тебя случаев? Нет, не было таких случаев. Единственное, какие-то детальки могут потеряться, что-нибудь там. Все шебуршит. А как ты вот пришиваешь эти мелкие детали? На что, чтобы они не оторвались? Вот, например, тут резиночки, да, у тебя? Да, тут резинки. Ты их как туда потом крепишь? Это же так опасно, ребенок проблотит, и все. Ну, нет, во-первых, там идет не просто такой штучкой. Тебя такой нет, да? Нет. Ну, я думаю, будет, если ты, тебя тоже, я смотрю, машинку не продала, значит, держит тебя это все. Ой, слушай, да, ну, я не шью, конечно, вообще. Не шьешь? Ну, да нет, господи, когда, ты что? Ну, в общем, это называется ТЭП. Были у меня китайские такие дыроколы всякие. И, короче, вот эта вот штука, кто шьет, практически все знают, что это такое. Очень удобно делать люверсы, ставить всякие закрепочки, как они называются, даже не помню, как они называются. Кнопочки. Да, 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 кнопочки, вот все вот это вот. То есть ты просто насадочки меняешь, но можешь различные фурнитуру установить этим прессом. Да, это, и, во-первых, ну, это быстро, удобно, и в одной штуке можно, в принципе, прям много что поменяешь. Менять насадки, короче, и... Сколько стоила она, Даша? Тысяча семьсот, по-моему. Но сейчас они дороже. Там тариф, ну, как доллар меняется, и, следовательно, и цена у них меняется. Ну, Даша, сколько у тебя такая книга стоит? Ну, такую я не знаю, сколько она стоит, потому что это на подарок. Я даже не обсчитывала ее, ну, не знаю, ну, может быть, полторы она будет стоить, такая, с маленькими сюжетами. Ну, у тебя прям бюджетный вариант, суши, можно себе позволить, друзья. Пока вот у Наташи такие бюджетные цены, налетайте, потому что я вот, насколько знаю, книжки фетровые такие дорого стоят. Да, ну вот я сейчас покажу еще книгу. Давай. Девочки такую продают. Ну, она как бы постоянная в использовании. Боже, идем сюда на стол, Наташа. Да, давай. Все посмотрим. У меня дочь ей активно пользуется, поэтому... Прелести, Наташа. Ой, как я люблю такое, всякие дверки открывать. Да, здесь сюда люди. Это, в общем, кабинка, фуникулер, да? Да, да, да. Так, а это что? Боже мой, Наташа! Вот это да! Вставляешь, это вообще... Прелесть какая! Такая гладительная доска, друзья! Гардеробный. Я хочу сказать, ничего себе! Вы меня ругаете в комментариях, что так нельзя говорить. Я буду говорить, ого-го! Ого-го! Воззрослая уже, конечно! Так, а это что, дай-ка, куда? Это, это пикник... Да, да, да! Ну-ка! Вообще, это ковер, мне тоже не совсем понятна эта страница. Вот видишь, она и так и получается. Вообще, это пикник, то есть здесь будут, там продукты есть всякие, вот, в общем, продукты. Это на пикнике бусины, то есть, как они называются? На что это похоже, скажи? Это пикник. Пикник не ходила, короче. Это, ну, пойдем, ладно, сходим. Все. Я на обратной стороне, что? Вот это вот? Да. Ну вот. Холодильник? Да. Огонь! Холодильник, раковина, стиральная машинка? Или ящики просто какие-то с богом? Нет, это холодильник, это печка. Ага, печка, все. Да. Угу. Слушай, ну, у тебя прям дочь, смотрю, ничего не потеряла, все на своих местах. Я бледю. Молодец. Спаленка. Угу. Тоже она такая функциональная. Можно между собой просто собирать несколько, допустим, ну, чтобы взять. Давай, покажи. Ну, вот, смотри. А, и у тебя получается такая... Да, и уже полностью, допустим, да, его можно поставить. А, слушай, как классно. Вот это да, прикольно. Что-нибудь такое. То есть он как бы такой, как домик получается. Угу. Прикольно. Это ты где все это взяла идея? Ну, это я покупала мастер-класс у одной мастерицы. Но она уже, ну, она классно, конечно, делает. И мастер-класс у нее. Если нужно будет, спросите, я вам дам наводку на нее. То есть вся вот эта книга от начала до конца, да, она научила тебя, как делать по мастер-классу. Супер, отлично. Там когда-то папа с ребенком уехали. Не знаю, дочери надо спрашивать. В холодильнике нет? Нет, в холодильнике. Я посмотрела. Не спрятались они? Так, ну, это душ, представляешь, такой вот тоже. Да, слушай, прикольно вообще. Ну, вот Наташ, сколько ты по времени делала это? Ну, это долго. Я тут болела просто ковидом, и мне показалось, я очень много ее шила. Долго, где-то три недели она у меня. Ну, это потому что стояние было не очень такое нормальное, такое в полете, поэтому шилось очень долго. Но вообще можно за недели две, наверное, сшить ее. Ну, это действительно очень много. И сколько она такая будет стоить? Ну, кто-то из мастериц вообще рассчитывал по материалам, и плюс работы, ну, где-то около 8 или 9 тысяч она выходит. Ну, кто-то ей дороже поддает. Ну, поэтому. Ну, вообще, средняя цена ее 8 тысяч. Наташа, ну, ты знаешь, есть мастера, которые сделали это своей работой? Это вообще, есть на это спрос? Да, да, да. Ну, они заняли просто свою нишу, и, как правило, я не знаю, что за волшебные у них там инструменты. Учусь пока, смотрю, как это делается. Поэтому я думаю, что у меня тоже такое будет. Вот. Есть, ну, потому что это то, что не купишь в магазине. И польза здесь. У меня корни еврейские. Вот. И поэтому я считаю, что вещи должны быть функционировать. То есть они должны не просто там постояло и для красоты, и все. Мне нужно, чтобы она была в действии. И в этой, ну, не в этой, допустим, а вообще в книге. Ну, допустим. Пойдемте покажу. Угу. 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 Ну, вот, примерно. Это новый проект. Про него тоже буду, может быть, расскажу. То есть, вот, смотрите. Будет такая книга. Ой, Боже, прелесть. Да, это... Такие странички будут. Угу. 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 Вот. И, ну, книга будет где-то с разворотами. Ну, пусть будет шесть страниц у нее. И это можно одну книгу просто взять с собой. Кто ездит в путешествие, да. Ребенок. Не брать целую коробку игрушек. А можно взять одну книгу, где будет полностью, ну, по-разному можно поиграть, обыграть, да, там, мышка там съест сыр, там, или, там, покажи, где кругленький сыр. Ну, то есть, обыграть это можно так, ну, вот, как хочешь, как фантазия тебе это. Наташ, так мило. Такая лисичка у тебя. Такой у нее хвостик. Она прикрыла мордашечку. И так все ярко. Ого! Вот эта страница. Тут и собака. И трава. Боже, как прикольно. Наташ, мне нравится. Все можно снимать, да. Книга книгой, но она еще, помимо того, что развлекает, она еще и развивает ребенка. Конечно, да, да, действительно. Потому что все идет через мелкую моторику, через ручки маленькие. И, как раз, чем больше ребенок щупает, трогает, слышит, тем быстрее он развивается. Он правильно думать начинает. Он, ну, как мы, мамочки, да, там, пришли, ну, многие. Мы все грешим. Мы дали телефон ребенку, потому что хочется как-то переключиться, да, и, ну, как бы, всегда в режиме рабочем невозможно быть. Дали ребенку телефон и пошли заниматься какими-то делами. Я прихожу, даю ребенку книгу, и она у меня сидит, и с ней... Эффект такой же, да, как от телефона? Конечно, да. Классно, Наташа. Ну, ну... Покажи, Наташа, как у тебя с обратной стороны? Это не склеенные странички? Очень интересно посмотреть. Так, ну, вот, смотри. Угу. Пришито. Это дублерин, то есть не просто ткань. Она плотная страничка, дублерин идет, все прошито, все привязано. Ну, вот такие кнопочки, то есть они безопасны, ну, невозможно вырвать. Вот просто невозможно. Я участвую в одном тоже проекте. У нас тут собралась такая банда, вот как раз ты правильно сказала, что не сразу, как я хотела. Я, конечно, думаю, вот сейчас я приеду, тут как начну покорять мир. Ага, не так все получилось. Как раз полгода прошло, видимо, какой-то адаптивный, да, период. И сейчас начинается движуха. Я, у меня не то, что я не думаю, за что хвататься, у меня просто идет движение. У меня там заказ, тут работа, тут у нас собралась компания, то есть девочка не шьет, она присылает мне макеты, то, что она хочет, да, там нарисовала и создала, допустим. Так. Вот. И по ее идеям мы отшиваем там еще с одной рукодельницей. Вы, она вам дает их бесплатно, макеты? Ну, у нас, у нас команда. Чтобы было видно, что из этого можно получить, да? Да, да, да. Потом она макеты будет продавать. Да. А у тебя уже вот готовые книжки, да? И на основе твоей готовой работы, да, будут смотреть и захотят купить. Да. Ну, можно и готовые также, но у нас будет еще другая тема, то есть можно будет нарезку у нас заказать, то есть готовые детали, которые просто надо сшить. Вот, Наташа, это у тебя фетровые детали, ты их режешь, я так понимаю, вот у тебя плотер стоит, фразер, да? Да. На нем вырезаешь. Да. Ага. Ну, не ручками, друзья, это все Наташа делает. Видите, какая аккуратная, аккуратный кружочек. Ручками у меня они вообще совершенно не получаются, поэтому это опять была, я такая, муж, у меня не получается. Я говорю, смотри, можно же есть такая гениальная машина, как плотер. Он такой, плотер, что это такое? Я начала вот искать как раз, что такое плотер и какие вещи он делает и как это вообще. Господи, как хорошо, что я живу в это время и сейчас, потому что столько технологий. Только включай фантазию, включай руки и все, и начинай делать. Ну вот да, ты знаешь, кстати, сейчас в наше время профессиональные инструменты, да? Они доступны и обычным людям. Да. Главное не бояться и пробовать это все делать. Тем более, я когда смотрела, начинала смотреть твои блокноты, как это все делается, вообще чисто случайно, зашла, думаю, как блокнот, что я блокнот не сделаю, у меня же есть машинка, сделаю я сейчас блокнот. Начала тебя смотреть, ты меня зацепила своими классными роликами просто, когда рассказывала про всякие гаджеты, что такое, и показывала, чем отличаются профессиональные, да, хорошие инструменты и китаец, допустим, какой-то. Разница большая. Да. Не экономьте на материалах, не экономьте на чем будете, чем будете работать. Это сильно повышает ваш уровень. И как мастера, и вообще даже какое-то, ну, оно такое ощущение, что тебя, ну, толкает на более высокий уровень. Поэтому не экономьте, лучше переспросите, где можно купить, ну, сэкономите здесь, ну, можно поэкспериментировать, но в итоге все равно вас переведет, чтобы нужно покупать хорошие качественные материалы и инструменты. Вот получается, Наташа, ты столкнулась с трудностью, да, вырезать невозможно. Да. И купила вот плотер, сколько стоил? Так, на тот момент там что-то, какая-то акция была, вообще он стоил 39 900, но с этой акцией он где-то 36 вышел. Угу. Вот, но это была на тот момент самая топовая модель, вот на них вышла, у них уже вышли другие, а ты еще говоришь, вот, бразер, они такие-сякие, такая. Я их не люблю. Ну, у тебя другая причина, нет того, что оно как… Как инструмент я не использовала, да. Да, да. Но вообще он очень хорош, у него много функций, которые в других плотерах нет, и это как бы для меня это плюс оказался. Угу. Но я долго к нему не подходила. Смотри, но я правильно поняла, что машинку-то ты оставила, то есть машинка, она своей функцией… Она купилась уже давно, можно так сказать, да. Она подходит, да, для штех? Да, да, да. У нее много, ну, как бы, вообще, если брать на первом этапе, что нужно для, для таких вот вещей, да, для фетра. Просто, ну, и вообще для многих, это просто прямая строчка и зигзаг. Но, оказывается, в моей гениальной машинке можно шить трикотаж. Угу. По цене она стоила, по-моему, тогда на тот момент 15 тысяч. Она просто, у нее есть, я и делала и петли уже, и строчки для трикотажа делала, и, ну, короче, много, ну, вот такие вот тоже строчки. То есть ты весь этот набор строчек потестила и используешь? Практически, да. Ты молодец, Наташа. Практически, да. Ну, как редко встретишь, кто эти строчки все используется. Обычно у нас только прямая строчка. Вот как раз таки, давай, иди сюда, Наташа. Угу. Вот у тебя здесь фетровая игрушечка, да? Это будет искалочка. Ты вот ее прошила. А где ты взяла такой рисуночек? Ну, я заказала ее на печать, это просто мне захотелось сейчас я. Угу. Не самой придумывать, а вот захотелось мне уже напечатанную. Есть у нас кто печатает? Да, есть такой оранжевый шарик. Я говорю, слава богу, что я живу в большом городе в Петербурге. Я когда забирала, я такая, блин, я у вас не заказываю онлайн, я прихожу, пришла, сама забрала. Наташа, вот, кстати, еще, да, про большой город. Возможностей так много стало, что в большом городе как-то выделиться совсем не сложно, потому что ты все, что ты задумал, ты можешь воплотить в жизнь. Вот как Наташа захотела напечатать на фетре, вот, пожалуйста, есть где это напечатать. Поэтому совсем не сложно выделяться в среде рукоделия, и вообще, мне кажется, не так сложно зарабатывать ручным трудом, потому что ты можешь заказать какие-то красивые коробки, ты можешь еще что-то заказать, и столько у тебя возможностей, вот просто генерируй идеи, все используй. Ну, это не обязательно в большом городе. Ты знаешь, мы, наверное, ну, вот, я на тебя ориентировалась, да, ты у меня как проводник, так скажем, была, потому что в каких-то вещах, ну, может быть, по моей теме, не по моей теме, но ты показывала, что можно купить там то-то, то-то. Я уже сидела такая, так, ну, если я не могу, у меня нет этого, да, в городе, я могу заказать это онлайн. То есть возможность-то есть и... Да, есть, конечно, Наташа, но вот именно когда я переехала, я поняла, что, боже мой, думаю, вообще никаких ограничений нет. Нет ограничений. Там, в маленьком городе, я как бы уперлась в какой-то, знаешь, свой максимум. Потолок, да, какой-то. Да, можно сказать, и дальше я больше ничего не могу сделать, потому что у нас там ничего нет. Вообще там ничего нет. Ну, да, я тоже говорила, я чувствую себя как белая ворона в этом зимнем городе. Ну, да, но так это было, и так это было. Потому что ты действительно... Ну, я прям хочу, чтобы, знаешь, вставка аплодисментов тебе была, потому что ты... Слышите, ну мы это вырежем, но ты не скажи, мне будет приятно. Генератор такой, вообще у тебя такие идеи были. У тебя такая мощь вообще просто за тобой, ты даже не представляешь, Катя. Ты сейчас, ты почему-то себя сейчас как-то куда-то вот в потолок опять какой-то засунула, и мы тебя не видим. Тебя не хватает даже в Инстаграме тебя. Слушай, ну у меня самореализация на Ютьюбе. Ну, понятное дело, но тебя людям не хватает. Верни народ в народ, Катя, пожалуйста. Ты нам нужна. Так, ну, друзья, вернемся, мы тут с Наташей отвлеклись. Итак, Наташа, рассказывай про коврики, у тебя целых два коврика рабочих, кто производитель? Ну, это я не помню, кто производитель, честно говоря, потому что это все Китай, и это можно купить в любом магазине творческого. Но ты клей не используешь в книжках? Нет. Никакой вообще никак? Нет, есть, есть, вру. Есть вот такой клей, он вообще безопасный. Угу. Он и высыхает, то есть у него нет какой-то химической такой, но я его использую очень в редких случаях, в мелких деталях, когда мне надо зафиксировать деталь и прошить на машинке, потому что так он мне не даст, у меня сместится деталь, и я в итоге ее не прошью. Временная, да? Да, 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 временная. И он никакого, так как это детские книги, соответственно, там никакой химии, ничего не должно быть. Потому что я прям за экологию, это я топлю, так скажем. У меня раньше не было плоттера, а мне нужно были там, допустим, травку сделать, да, вот такие вот ножницы. Слушай, я вообще эти зигзаги не люблю, они такие тяжелые. Они тяжелые, но я же не постоянно их использую. Угу. Угу. Отлично. Обожаю. Я хочу. Мне нравятся такие ножницы. Китай. Город Китай. Это ты в Алиэкспрессе купил? Конечно. Здорово. Я их так ждала долго. Ну, слушай, вот эти меня не удивляют. Это как... Ну, они и в ткани их тоже используют, знаешь. Зубчики. Зубчики можно у нас в тканях купить. Ну, вот такие закругленные. Угу. Я, наверное, лучше достать сразу. Давай, давай. Где берешь? Что за фетр, если у тебя проблемы с поиском? Ой. Подожди, давай на кресло хочешь? Да? Вот так. Ага. Ну, прям вообще ты богатая рукоденница. Это... Ты приехала в Петербург, у тебя ничего не было, да? Ха-ха-ха. Вот это да. Вот. Это мое добро. Где я... Ну, беру сейчас... Ну... Еще не брала здесь. Нет, в оранжевом шарике я заказывала. Так. Что-то по мелочи. Какого-то цвета не хватало. Все набирала. Еще с Кемерово привезло. При... Приехала, потому что много это... А, муж привез. Это все твое оттуда. Да. Да. Я как бы... Ну, нет. Чуть-чуть, чуть-чуть. Я уже до это... Допокупала тут. Ладно, Таша, рассказывай. Фетр. Какой фетр надо брать на книжке? Есть у тебя какие-то предпочтения? Какие ты скажешь зрителям? Никогда не покупайте вот это. Ну, наверное, уже такого нет. Который первый был. Нет, есть, наверное. А, так ты его прям показать хочешь? Я просто думала... Нет, нет. Я... Потому что надо показывать. Надо посмотреть, да? Чтобы понятно. Производитель там гамма. Но он не производитель, он просто поставщик. Ага. Ну, нет, наверное, слушай. У меня, наверное, все-таки корейский весь остался. А вот я тебе смотри. Вот эти вот прям такой плотные, как картонка. А этот мягенький. Ты же используешь? Да, он так и есть. Нет, я его не использую. Мне отдали. Но у меня есть на него планы, конечно. Но он не подходит, да, мягкий? Нет, он не подходит. Нет. Он тянется. В таких деталях вообще нельзя его куда-то... Я не знаю, где его применяют. Мне отдали еще в Кемерово. Слушай, а этот такой плотный почему? Он потому что проклеенный или потому что он как-то спрессован? Это войлок. Вообще натуральный материал, который как валенок, грубо говоря. Он прессуется. И толщина у него, вот для моих, допустим, изделий, это самое лучшее, это 1,2 мм. Корейский. Только корейский беру. Потому что он уже проверенный, он не линяет, он ведет себя хорошо. То есть книги стираются, их можно обрабатывать, стирать, и поэтому он очень у нас такой востребован, так скажем. Вот. Нет проблем с покупкой корейского у нас? Нет. Много, да, кто продает? Да, уже сейчас вот прям пошло, прям много кто занимается, и вообще нет каких-то проблем. Можно и онлайн заказать, и приехать. Я думаю, что это я только еще по Кемерову помню этот оранжевый шарик, поэтому я туда и пошла, что он для меня как бы знаком, хотя много есть. Есть много других. Но по цене, Наташа, сколько стоит он? Дорогой уже? Ну, я последний раз брала, вот форматом если брать А4, то этот кусочек, по-моему, 18 рублей где-то так вот стоит. Да ты что? Да. Вот. Ну, если брать... Это дешево или дорого? Ну, это такая, можно дешевле. Корейский, наверное, дороже, да? Да, да. Он дорогой, но он стоит того, он прям... Я другие просто не могу позволить себе брать дешевле. Я взяла тут один дешевенький, мне просто интересно стало. Думаю, чем он отличается. Ну, он прям дешевый, неприятный и все. Я не могу такое использовать даже где-то в подложках его, где его не будет видно. Мне самой чисто эстетически не нравится, вот. Ну, а так вот дешевый сколько стоит? Ну, можно и рублей за восемь. Ну, а куда его использовать? Ну, если на раз, допустим, какую-нибудь гирлянду, если повесить, то можно. Там, я вижу, в магазинах висят вот эти игрушки, ну, там, фетровые, приклеенные, склеенные. Но их можно, допустим, на один раз. Ну, я об этом не думаю, у меня другая, как бы, тема, поэтому... У тебя не тема сэкономии, да? Да, да, да. Нет, нет, никакой экономии вообще не должно быть, это дети. Наташ, ну, вот чтобы сделать книгу, сколько у тебя уходит фетра? По-разному. Вот сейчас новая книга будет в наличии и уходит там примерно, ну, где-то листов десять. Где-то так. Ну, то есть самая главная затрата в книге, это не материалы, а время, да? Время. Которое ты тратишь на сознание, потому что там много деталей, мелкая работа. Каждую надо прошить, каждую надо потестить, чтобы она хорошо держалась. Да, да. Ну, кроме этого, у нее еще идет дублерин, который конских денег стоит у нас в России, да. О, дублерин. То есть самое дорогое в книжке фетровой, это дублерин. Да, дублерин. А какой ты берешь, показывай? Ну, это называется воротничковый. О, у тебя прям это ворот? Я всегда новый заказ сделала, потому что у меня уже заканчивается и не достану. Ну, в общем. То есть ты прям рулоном, Наташа, покупаешь? Да. Ну, потому что он заканчивается быстро, а я же не знаю, когда мне нужно будет. Сколько стоит, Наташа, рулон? Триста семьдесят рублей метр. А здесь у тебя сколько? Три метра. Угу. Вот, он очень плотный. Классный. Угу. Это ты где узнала, что надо такое брать? Тоже на курсе? Ну, я не ходила на курсы, все, ютуб, все, методом проб и ошибок. Ну, ты книжку уже купила, мастер-класс? Ну, мастер-класс. Я тогда имела ввиду, да? Ну, это для меня уже логично просто, что мне нужен твердый. Есть просто дублерин мягкий. Угу. Так. Он у тебя тоже есть? Да, у меня, да. Чего тут нет, наверное. Уже. Вот. Есть совсем мягкий. Вот такой. Я... Ой, прошу прощения. Да? Ну, хочешь, прервемся, если надо. Ну, ей надо пролаяться, она так не отрабатывает свою. Так, этот не подходит, Наташа. Этот не подходит, он очень тонкий. Он... Я даже никуда не знаю, куда я его использую. Боня, фу. Куда я его использую? Ну, прям куда-то использовала. Не помню даже куда. Угу. Есть чуть-чуть поплотнее, но я его тоже не использую, если у меня есть такой. Повезло мне, вообще свезло мне. Мне девочка отдала американский хлопок. Она как-то пыталась тоже в рукоделие уйти, набрала и отдала, ну, как-то прям большую кучу американского хлопка. И я понимаю, что я сейчас в магазинах щупаю. Что-то как-то, мне кажется... Я такая, да не, я, наверное, сама себя обманываю. Но вот мне кажется, который у меня дома, вот он совсем другой, что вот у них сейчас. Наташа, любишь, что ты хороший материал, друзья, посмотрите. Да. Корейский фетр у Наташи. Хлопок не простой наш русский, а вот заграничный, потому что Наташа почувствовала качество. Да, да, да. И скажи, когда ты возьмешь какой-то хороший материал, да, ты потом сложно перейти на что-то подешевле. Ну... Это даже невозможно. Это, наверное, невозможно. Тут даже чисто психологически ты сидишь и говоришь, зачем тебе это надо? Зачем? Брось, брось. Иди выкинь. Возьми нормальный. Да, ты там, ну, нет денег. Нет денег? Тогда нефиг заниматься этим. Ну, вот как-то так. Потому что, ну, все, настоящее, хорошее, не то, что и настоящее, но все, весь настоящее, хорошее качество, оно, оно цепляет. Так должно быть. Уровень. Вот и все. Угу. Я сейчас ужас вам покажу. Так. Ну, пойдем, наверное, туда сейчас. Пойдем. Эту книгу, я думала, мы ее будем рассматривать. Это первая, это первая моя книга, которая, ну, прям, прошу прощения, она жизнью повидала уже. Слушай, а надо первые работы смотреть. Да, это, вот, это моя первая самая работа. Так, и что ужас, то, что скаталась? Да, ты посмотри. Потому что дешевый фетр. Потому что это, да, это самый дешевый фетр. Господи, какие. Это все вырезалось руками, это долго сшилось. Вот, вот видишь, вот эти вот разводы, это не то, что на нее там чай пролили. Нет. Это, вот, там как раз находится та нехорошая ткань, которую надо несколько раз простирать. Я же не знала про дублерин, что он разный. А, поэтому... Это дублерин оставили? Там нет, под дублерином там находится еще одна подложка, ткань. Ага. Вот, которая дала мне вот такой вот нехороший этот цвет. Вот, вот он. Вот он весь этот фетр. Вот с этим фетром такого не будет. Ага. Вот она какая разница. Наташа, ну твоя первая работа тоже такая достойная. Ну, если бы не эти скатышки от этого фетра, то есть как будто здесь не... О-о-о-о! Да. Боже, вы только посмотрите, Сима бы моя сейчас пищала. Она пауков боится вообще. Ого, как классно! Наташа, да это вообще прикольно ты придумала. Или это идея где-то ты ее взяла? Не-не-не. Но я смотрела, да. В начальном этапе своих идей мало. Вот. И ты, как правило, ну в любом случае прям пытаешься как-то это все слямзить. Поэтому... Ну не то, что слямзить, ты учишься. Ну да-да-да, конечно. Ты учишься, повторяешь за мастерами, а потом... Я рисовала, смотрела на экран, перерисовала на листочек. У меня не было принтера, да, распечатать это все. Поэтому рисовала где-то, сама там на глаз отрезала. Ну ты, я прям смотрю тебя увлекала тема паутии почему-то. Ну да. Ну это как бы... Как он называется? Лабиринт. Лабиринт. Угу. Вот. Ну, кстати, классная сетка. С этой сеткой это тоже интересно. Мы как-то с девочками на Новый год нам нужно было сделать костюмы. И они говорят, купи сетку вот такую. Я говорю, сколько надо? Ну я тогда в тканях вообще не понимала, в метражах и все такое. Купила. Я купила столько. У меня я до сих пор ей пользуюсь. На юбочку там маленькую. И вот эта вот сетка как раз используется. Могу сказать точно. Класс. То есть эту сетку можно использовать в лабиринтах. Ребенку. Ничего с ней не происходит. Сколько лет книжки твоей уже? Ну уже четыре. Я начала ее шить. Даше было полгода. Слушай, ну видно ребенок ее прямо. Да, она до сих пор подходит ее периодически. Наташа, ну это так классно. Она сейчас, можно сказать, заелась. Она такая, да ши мне вот эту книгу. Ну вот как раз этот трейлер. Я там с соплями, с температурой шила ее там. Ну вообще, конечно, мы исполняем свои желания в первую очередь. Я такая, а как хорошо, что она захотела эту книгу. На самом деле я хотела эту книгу и поиграть с ней. Мне интересно было. Но я же большая, я же не могу играть. Ну я могу играть, конечно. Посмотреть, как это все устроено. Поэтому я ее шила. Она такая посмотрела. Ну такая, ну что, ну норм. Я говорю, ну покажи, как она тебе там. Ну нормально. Я такая, аааа. Ну сейчас она вот ее уже начинает. Ну то есть каждая книга по возрасту должна быть. Угу. Вот и она сейчас вот начинает с ней играть. Так вот, как мне хотелось, конечно. Ну та же сцена, знаешь что, что ты ребенку сделала. Да. И одну, и вторую книжку. И оставила, и никому другому не подарила. Вот. Я одно время, как хорошо, что я сделала Серафиме этот скраб-альбом. Да. Как-то что-то однажды я решила сделать, потому что я все делала на заказы. И сейчас мой ребенок его все время пересматривает. Это ее самое любимое. Да. Я видела твой этот скраб-альбом. Ты его, по-моему, не раз даже как-то показывала где-то в роликах. Но это еще в тех первых. Да давно. Это еще в прошлой жизни моей было. Ну классная это была вообще идея, конечно. Так вот, Наташа, и ты классная, что ты сделала ребенку. И да, пусть он у тебя такой, знаешь, первый. И тут федер не тот, и то не так. Но для ребенка это первая твоя вот книга. Да. Много фотографий, видео с этой книгой. Наташа, мне нравится, как у тебя получается и овечка, лисичка. Это вообще моя самая любимая героиня у тебя теперь. Иди вот расскажу. У тебя здесь булавочки. Это они тебе как-то пригождаются в работе? Это самая тоже одна из функциональных вещей после машинки, так скажем. Вот. Очень удобно. Берите всегда на магнитах. Вот берите. Это не пожалейте. Она, ну, не так дорого стоит, чем бы вы втыкать будете куда. Хотя, кто смотрит ТВ-3, кто дома сидит, смотрит слепую, бабушка слепая там какая-то. Но я периодически включаю на фон, чтобы у меня что-то не смотрит. Ну, потому что ТВ-3 не смотрит. Она не от телевизора, ну, расскажи. Ну, вот. Вот ТВ-3 проходит, там, ну, типа, как она, бабушка слепая называет. Ну, она типа, как Ванга. К ней люди приходят, и там какие-то жизненные истории. И вот она говорит, что у тебя, говорит, ну, там приходит какая-то швея. Она говорит, знаешь, почему у тебя проблемы там случились там в доме? Она такая, почему? У тебя иголки? Нет, потому что у тебя иголки, ну, в игольнице в такой лежат. Она говорит, а в какой надо? Она говорит, в красной должны быть. в матке красном. Я такая, это нормальная у меня игольница, и дома у меня все в порядке. Слушай, она все равно оставила, да, какое-то неприятное чувство? Ну, конечно. Да не, я нормально, как бы, просто так иногда. Ну, игру, мне нравятся там истории такие бывают интересные. У тебя тут запасы, пуговиц давай. Я тут присмотри, ты их спрятала, прикрыла. Вы только посмотрите, Наташа, богатая ты наша пуговичная королева. Да, это моя. Вот это, да, открывай. Где взяла с тобой пуговица? Добро накоплено годами. Все это, это прям, да. У меня дочь играет постоянно, я говорю, все, все. У нее такой порядок. Она потом все складывает на нее? Ну, когда да. Молодец какая. Это что? Подожди, тут еще какие-то у тебя зацепушки. Это тоже все для книжечек, да? Да, конечно. Наташа, это у тебя богатства такие вообще? Где ты это все взяла? Алиэкспресс? Да. Угу. Ну, кстати, вот деревянные пуговицы, хочу от них, не знаю, через сколько лет отойти. Хочется все-таки мне на пластик перейти. Почему? Ну, мне кажется, они более пластик будут функциональны, что ли. Деревяшка все-таки, деревяшка. Угу. Как здорово, Наташа, удобно ты так придумала хранить в прозрачном. То, что видно, да? Угу. Где, что, и аккуратно как становится. И как у тебя много, у тебя целый магазин такой ведь? Угу. Все мало. Это мало. Это не то, это знаешь, как ткань, ты же понимаешь, Все не хватает, да? Ой, и нитки не в тон. Тысяча и одна нитка. Нет, все не в тон. Ну, вот так вот и. Давай еще открывай. О боже мой, это просто вообще. А где нитки у тебя? Показывай. Нитки. Где-то я не помню, подсмотрела, что нитки очень удобно. Но это у меня просто уже коробочка, она у меня на подходе. У тебя уже не хватает, Наташа. У меня уже есть коробочка, да. Да, сейчас печеньки доедятся и будет. Удобно вот так в коробочке ходить, да? Очень удобно, да. Угу. Много ниточек. Что за ниточки у тебя, Наташа? Ну, наконец-то не модейра. Нет, нет. Модейра. Отлично. Я пробую модейр, мне не идет, не заходит. Модейра, она все-таки для вышивания, она тонкая, она классная, она очень прочная, но мне модейра пока, я не могу ей ничего пришить. Ну, и на этих можно и сэкономить. Модейра-то дороже же, да? Модейра. Да, она прям намного. Или такая катушечка 20, да? Угу. Рублей стоит. А Модейра, по-моему, одна. Что-то 20, наверное, да? Да побольше даже. Даже больше. Она где-то рублей 300, по-моему, стоит. Угу. И намотка у нее меньше. Есть. Ткань везде. Боже ты мой. Это вот как раз. Запасливая рукодельница. Почему она у меня такая... Наташа, слушай, так ты зарабатываешь своими книгами. Подожди, если ты, говоришь, все тратишь на материалы. Посмотрите, сколько у Наташи ткани. Прикиньте, сколько Наташи зарабатывает. Да. Скромная ты наша. Точно, да. Вот он, русский. Русский наш хлопок. Вот, смотрите, марлечка. Угу. Вот. Вот это вот русский. Это который хвалишь. Вот можно так сказать. Это который не хвалю. Вообще совершенно. Это то, что я... Первые мои книги как раз из этого. Вот она первая книга. Я же набрала, я же не знала, сколько мне надо. Я сразу брала матками, там, побольше. Набирала. Вот она до сих пор лежит. Как бы, ну, может пригодится где-нибудь в наволочке. Может быть и есть какие-то наши русские неплохие тканюшки, но мне пока не попадались. Представляешь, меня там. О, какие прикольные светофоры там. Да. Ну, это знаешь, это такая... Почему-то я думала, что это мне на книгу. Я не знаю. А автобус вырезать, нет? Ну, это какая книга-то должна быть? Угу. Нет, а ты вырежи на фетер. Зачем? Я могу фетр из фетра вырезать. Ага. Ну, тут типа он уже разрезал. Ну, короче, я вот пока думаю. Ну, маленькая простынь будет маленькому мальчику. Может, я возьму, да как, кражу еще. А может быть, Наташа. Да, посмотрим. Наташа, а где ты продаешь работу свою? Инстаграм, друзья друзей. Сарафанное, да? Сарафанное радио. Наташа, ну, давай подарок зрителям. Да. Давайте расскажем. Вот, друзья, прекрасная книжка. Мне кажется, это чудесный подарок. У нас еще не было таких. Даже если у вас нет детей, можете внукам подарить. Конечно. Если вы еще молодая, и у вас нет внуков, то 100% у вас кто-нибудь в семье или друзья, у них есть дети. Обязательно участвуйте. Вот. И Наташа сейчас вам расскажет, что нужно сделать, чтобы получить этот приз. Мой вопрос вообще простой. И выберу я в комментариях, кто напишет, что в жизни, ну, какую-то свою историю, что в жизни или в каком состоянии он сейчас находится, что хочет он поменять. Вот. И что вам мешает? И что мешает, да. Чтобы мы все пообсуждали и сказали, да это вообще не проблема, давай делай уже. И самый лучший комментарий, который мне понравится, я выберу и подарю эту книгу. Наташа, спасибо тебе большое. Друзья, доставка по России будет бесплатно, Наташа вам платит. Да. Если вы живете за границей, тоже участвуете, вам просто нужно будет оплатить доставку. Но я думаю, что и Наташин приз, и все другие призы наших героев, которые сделаны своими руками, они того стоят. Просто доставочку. Дерзайте. Через неделю приходите, друзья, и Наташа выберет победителя. Обязательно. Наташа, огромное тебе спасибо. Но с тобой давай прощаться. Я тебе хочу пожелать. Я хочу пожелать тебе веры в себя. Все. Спасибо. Больше ничего, Наташа. Книжки у тебя классные. Все у тебя хорошо получается. У тебя много материалов. Муж тебя так любит, так поддерживает, что переехал с тобой в Санкт-Петербург. И ты должна помнить, зачем ты переехала в Санкт-Петербург. Да. Да? Точно. Вот. В Петербурге любят ручную работу. Так что ходи на ярмарки. Давай, начинай уже. Вот. Найдешь несколько первых клиентов. Не делай цену высокую. Ты пингуй, я скажу. У меня сейчас бывает начнет. Вот. Найдешь первых двух клиентов в Петербурге. Они тебе найдут других уже. И как сарафанное радио. Пойдет, пойдет. И все будут знать. У Наташи есть книжечка. И тогда уже потом сможешь поднять цену. Угу. Вот. Ты это, Наташа, все у тебя вообще. У тебя есть, знаешь, запало, сила. И знаешь, возраст, он не важен. И не важно, в какое время начинаешь. Если ты этого хочешь, у тебя все обязательно получится. Спасибо. У тебя все есть. У тебя куча материалов. Куча инструментов. У тебя даже, тебе выделили здесь уголочек в комнате. Вот. У тебя сестра здесь рядом. И муж, и ребенок. Это вся твоя поддержка. У тебя самое то начать. Ты обязательно начнешь. Я прям тебе буду пробирать. Спасибо. Понятно? Чтобы ты начала. Есть ли у тебя пожелания нашим зрителям? Да. Пожелания. Не бойтесь. Действительно, поддержка очень важна. Если вас поддерживает, неважно, муж или вот кто-то поддерживает, из друзей, верьте в эти слова. Потому что мы себя очень сильно критикуем. А человек со стороны, у них немножко другой взгляд. Надо в это просто поверить. Верьте. Не себе, так людям, которые это видят со стороны. Какие у тебя творческие планы? Да. Мои творческие планы поставить все-таки, поменять мышление, что я могу не обязательно работать как офисный работник. Можно работать, сидеть дома и зарабатывать деньги. Да. Сейчас это время самозанято. Да. Действительно, это наш век. И не бойтесь. Ну, я пока только в это вхожу, изучаю. Поэтому я очень много лет работала офисным работником. Поэтому у меня мышление... Я ломаюсь сейчас. Тяжело. Все перестраиваю. Поэтому мои творческие планы перестроиться и зарабатывать деньги рукоделием. Угу. Наташа, у меня еще вопросы у тебя есть. Что ты ждешь от этого видео? Что я жду? Я не знаю. Просто, наверное, общение. Мне хочется общения. Я хочу найти единомышленников. Я хочу найти людей, которые скажут, да, действительно, твои работы классные. Мы хотим их. Мы хотим их. Вот. Все. Отлично. Наташа, ну ты смотрела наверняка видео на канале. Есть ли герой, которому бы ты хотела передать привет? Или, может быть, кто-то тебе больше всего запомнился? Ммм... Нет. Я как-то... Ну, вот по именам... А не... Можно не по именам. Можно. Что делать? Была одна такая тетенька. Она учитель английского, по-моему. Юля. Юля. По-моему, Юля. У нее там комодик муж сделал, да? Ну, нет. У нее, знаешь, вся была мебель, которые вроде как и языки брались идеи. Да, да. Издели комодик. А муж сделал. Ну, там не только комод. Там и комод, и стол, по-моему. Да, да, да. Вот. У нее свой дом, да? Да, да, да. Да, да. Юля, Юля. Она просто такая зарядка вообще. Я после... Ну, после ее... Она такая живая. Вот это, к чему я хочу прийти лет через десять. Я хочу быть такой же живой, такой же энергичной, такой же вот зажигалкой. Вот. Юля, привет. Я хочу ей передать большой привет. Вы просто крутой мастер, честно говоря. Ваша энергия, это классно просто. Наташа, огромное тебе спасибо. Давай. Пока-пока. Еее. Слушай, ну мы... 277-6700-6700T. Мы misma. troя крышок запл roku. т 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 т…